Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гея, мы сегодня мы играем на роде НРП Центральный Округ, не забывайте вводить мой ник при регистрации, мой ник Кирилл Путболови, если введете мой ник и прохладитель третьего уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч я дам вам, поэтому обязательно вводите мой ник при регистрации, также, пацаны, можете вводить мой промокод, мой промокод Кирилл Ютуб, он будет как бы в описании, вы можете ввести на шестом уровне и получите очень хороший бонус, поэтому все будет в описании, введите мой ник и промокод, ну что ж, пацаны, сегодня у нас новое видео и все-таки я решил попробовать через джойстик поработать на дальнобойщиках, то есть у меня есть джойстик, кто не смотрел предыдущую серию, то можете посмотреть в принципе, и с помощью джойстика я буду ездить на фурии и как бы выполнять рейсы, я думаю это будет прикольно, поэтому, пацаны, давайте наберем на этой серии, 100 лайков, вот реально, давайте постараемся набрать на этом видео 100 лайков, я вам буду очень сильно благодарен, как бы я не знаю, что еще можно записать, у кого есть идеи, насчет джойстика, что можно с ним записать, то пишите об этом в комментариях. В предыдущей серии я как бы рассказывал, как я джойстик в принципе настраивал, поэтому можете посмотреть предыдущую серию, там я рассказал, за сколько я его купил, зачем я его купил, там и так далее, поэтому, кто не смотрел предыдущую серию, пацаны, реально советую всем посмотреть. Я решил пробовать дальнобойщиком, потому что, ну, на легковушке это как бы легко ездить, а именно ездить с прицепом, на джойстике, мне кажется, будет намного сложнее и интереснее, поэтому, сегодня мы все это посмотрим, просто долбоеб ебать, куда едешь ебать, по встречке ехала хуйло ебаная, говорит, куда ты едешь, ебать дура, просто тупорылая, ну вы сами видели, как бы я ехал по своей полосе, это хуйло вылетело на встречку, говорит, куда ты едешь. Я поехал, потому что здесь больше всего как бы платят за рейс, если что, кстати, у меня максимальный скилл дальнобойщика, так, вот мы приехали на эту базу, к сожалению, я еще не настроил, чтобы там, ну, машину глушить, вот выйти из машины я, в принципе, могу с помощью джойстика, так, давайте сейчас пойдем, возьмем какую-то фуру, прицепы есть, как бы база выглядит намного симпатичнее, чем была раньше, ну, давайте, допустим, ну, вот эту возьмем фуру, в принципе, какая разница, так, садимся, и сейчас попробуем покатать на ней рейс, 20 тысяч аренда, окей, так, отлично, Теперь нам нужно машину завести, вот заводить машину, я не знаю, как можно на кнопку настроить, так, теперь нам нужно, получается, взять прицеп, ой, через джойстик это будет, мне кажется, даже очень и очень сложно, ну, ладно, давайте попробуем, так, камеру мне нужно назад, так, задний ход, немножко не туда, бля, вот это сложно, конечно, так, вперед, и Назад, 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 и Давай, давай, подцепляйся, отлично, я столько заказов еще не видел, почему столько заказов не было, когда я снимал серию, один час работы на лобочках, заправка Арзамас, я хотел бы в Южный поехать, так, вот, есть заказ в Южный, давайте подъедем на него, так, давайте сейчас развернемся, бля, конечно, я это очень по-каличному делаю, так, аккуратно, проезжаем, Где этот чекпоинт, я его не вижу Так, вроде бы у меня получается И что, тебе надо посигналить, или что? А, вот, все, я заехал, теперь нужно просто подождать Бля, ну это прикольно, пацаны, на джойстике прикольно ездить на машине именно, я об этом рассказывал в предыдущем видео Так, сейчас нам будет назад, нужно будет назад отъехать Так, все, мы взяли заказ, теперь нам нужно ехать, как бы, ну, в Южный, карта работает Нет, карта, как всегда, не работает, будем как-то ориентироваться Так, задний ход Нет, это было плохое, где-то, так, а если вперед Бля, короче, давайте камеру повернем Так, мне нужно куда? По идее, вот так вот надо выворачивать, чтобы меня не разъебало Так, а как я поворотник включил? А, понял Так, теперь вперед Бля, ну это реально сложно, пацаны Я, как бы, еще не привык, я второй день только через джойстик играю И то я играю не очень активно И я на телевизоре больше играл, в принципе, чем на компе Как бы, у меня есть приставка к телевизору Не PlayStation там, не еще что-то, ну, обычная приставка интернетная И туда можно закачивать игры с телефона Я там играл, типа, ну, в стрелялки всякие, в принципе И там я много времени играл за телевизором А вот за компом я играл, ну, где-то часика три За вчера Больше всего я играл за телевизором Так, нам ехать в Южный, скорее всего, я так понял, это далеко Либо недалеко Сейчас, короче, посмотрим Либо это возле Ношана Либо уезда Либо возле башни Останкина Потому что больше заправок в Южном, как бы, нету Так, давайте, может быть, еще вид от первого лица включим Сейчас мы все это сделаем Вот так вообще, пацаны, заебись От первого лица, в принципе, можно спокойно передвигаться Вот, вот так мы можем камеру поворачивать Вот сосочком этим, вот так камеру поворачиваем В принципе, оп Посмотрели Ну, не, удобно, реально удобно Бля, я не знаю, пацаны Может быть, для вас это скучно Но для меня это реально по кайфу На джойстике, когда трейдся на фуре Я не знаю, что еще можно будет попробовать джойстиком поснимать Но на фуре ездить довольно-таки удобно и прикольно Минус в том, что у меня джойстик, как бы, ну У него нету батареи В него можно вставлять батарейки И, как бы, я этот джойстик купил за Получается 250 рублей И вчера я купил батареек На, получается 120 рублей То есть, почти по стоимости я потратил на батарейки То есть, геймпад стоит 250 рублей А я вчера купил Хорошие батарейки За 120 рублей На батарейки будет много денег уходить Потому что, ну, здесь нету Емкостной батареи Которая, типа, есть в новых джойстиках Здесь все, как бы, на батарейках Ну, я думаю, это тоже неплохо, в принципе Так, вот, заправочка у нас Все, мы доехали Теперь, как бы, можно поехать назад Ну, что ж, пацаны Я уже, как бы, доехал к базе Сейчас будем заезжать на чекпоинт Так, я хочу продолжить работу Как бы, ну Мы можем завершить работу И забрать наши 20 тысяч Которые мы дали в залог Либо можем продолжить работу Конечно, мы еще продолжим работу И попробуем еще сделать один рейс Хотя бы Еще есть заправка в Южный Давайте поедем обратно Не, не будем в Южный ехать Давайте поедем, допустим, вот В Арзамас Сука, соседи заебали ремонт делать В 9 утра, сука, начали сверлить В 9 утра, блядь Это просто пиздец Батя, он мне тут бабок кидает, нормально Походу, пацан поднялся Я просто, кто не понимает, что происходит Я этому пацану когда-то, где-то, ну Год назад, наверное, подарил машину Как мне заебали эти соседи, просто Вот прям надо мной кто-то, сука, сидит, блядь И хуярит, сука, молотком, блядь Вот прям над моей головой, блядь Охуенно просто, да, пацаны? Прям топчик просто, топчик, блядь Ну, действительно, реально прикольно Такой Я бы мог бы на него обзор записать Но не вижу в этом смысла Хотя можете написать в комментариях Записать мне обзор на джойстик или нет, как бы, ну Хотя, сколько там, 5 минут выйдет В принципе, я даже никогда У меня джойстика до этого не было Я в них даже не разбираюсь, но Я знаю, что если бы здесь был бы аккумулятор Это было бы намного лучше, чем батарейки, пацаны, покупать Тем более, приходится покупать, пацаны, дорогие батарейки Там, Duracell какие-то Чтобы геймпад реально долго работал Так, давайте подъезжаем И получаем наши 20 тысяч Ну что ж, пацаны, вот такое вот было видео Надеюсь, оно вам понравилось Пишите свои идеи в комментариях Что можно записать с геймпадом Потому что, если честно, у меня идей нету И вообще, напишите в комментариях Вам интересно, типа, как я играю через геймпад или нет? Возможно, я просто буду там Какие-то другие серии записывать И постоянно играть через геймпад с вебкой Как бы, пишите в комментариях Нравится вам то, что я играю через геймпад Или лучше играть просто через клавиатуры Не выебываться Как бы, все, пацаны Всем спасибо за просмотр Вводите мой ник Вводите мой промокод Ставьте лайки И подписывайтесь на канал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok